Субтитры делал DimaTorzok Я училась в художественном училище по специальности художник-живописец У меня дома живет змея, мейсовый полос Мне кажется, любая работа — это призвание На сцене Кожухова Юля, адепт академического подхода, который умеет научными фактами рассказать любую тему Я занимаюсь тем, что связано с пользовательским опытом, тем, как люди используют наши продукты Какие задачи, потребности у людей в целом существуют и как мы их можем новыми какими-то идеями покрывать Как правило, я не просто тестирую сервис, а еще взаимодействую с множеством разных человек Из совершенно разных бизнес-юнитов Это получается у меня даже во многом больше коммуникационная работа, чем просто монотонное тестирование Самое интересное в моей работе — это наблюдать за людьми Что они делают, как они реагируют, почему они так реагируют, как меняется среда вокруг них Как я могу сделать эту среду удобнее для них Как я могу помочь им решать какие-то задачи, которые в их жизни, в общем-то, появляются каждый день Одна из вещей, на которой, в принципе, базируется моя работа И которая, как мне кажется, характерна для продакта Это взгляд не своими глазами, а равноудаленный от всего Попытка построить, насколько это возможно, объективную картину мира Продукт, он изначально решает какие-то задачи аудитории И у нашей аудитории тоже есть какие-то проблемы, задачи, потребности И тут нужно быть максимально вовлеченным в эту историю Понимать, чувствовать эту аудиторию, быть с ней на одной волне Нужно уметь считывать тренды и анализировать среду, что происходит с людьми, что происходит с восприятием и потребностями Ну и, естественно, какую обратную связь они отдают Это абсолютно уникальный продукт Да, есть сторы различные, но именно чтобы создавался российский стор, это происходит впервые Как любой магазин приложений, он не должен быть, наверное, самой яркой точкой в телефоне Но он должен вызывать все равно приятные эмоции, и он такой есть Я правда считаю, что дизайн и продуктовый дизайн можно сравнить с урбанистикой Ну, то есть нам же хочется жить в удобном городе, который красив и приспособлен для нашего быта Который нас направляет к каким-то новым интересным занятиям, а не просто как бы есть И цифровая среда, она тоже про это Она про то, что, по сути, мы формируем какое-то место, где люди решают свои функциональные потребности И при этом испытывают от этого удовольствие Мы формируем архитектуру, в том числе с учетом того, что очень разные пользователи будут этим пользоваться В ВК-тестер, в том числе, есть сообщество ребят незрячих, если мы говорим про невизуальную доступность Которые составляют свои баг-репорты, которые описывают, как вообще кодить так, чтобы это было видно всем Даже незрячим UX, UI очень сложно разделить, но, в общем, так или иначе, пользовательский опыт и в целом лей-аут интерфейса, с которым ты работаешь Вот UX-овая часть, она более понятная, более приземленная Да, то есть в том смысле, что ты можешь посчитать, как она повлияла на твои конверсии Но то, как повлиял на твои конверсии красивый UI, очень сложно сказать Для меня красота – это, прежде всего, эстетика Эстетика, баланс, симметрия, правильное сочетание красок Красота определяется удобством использования Красота – это классический пример интуитивно согласуемого понятия Красивое для меня – это всегда что-то достаточно сложное Москва красивая, потому что она сложная Для меня красота – это минимализм, в первую очередь В случае с продуктовой работой, это, наверное, да История про дизайн интерфейсов, UI и, в принципе, красоту UI как таковую Удобство интерфейса – это для пользователя самое важное Потому что он не хочет тратить время То есть если он будет выбирать между красивым, но менее удобным Или менее красивым, но приятно выглядящим и более удобным Он, конечно, выберет более удобным, чтобы сэкономить свое время Суть системы в том, что она автоматическим образом проводит эксперименты Ты задаешь эксперименту параметры, вводишь, какие ключевые метрики тебя интересуют И какой результат ты ожидаешь То есть система учитывает при эксперименте те параметры, на которые мы собираемся влиять Именно проводя АБ-тест И параллельно мониторит все критические метрики продукта Ты в продукте постоянно работаешь с метриками Ты начинаешь свою работу с метрики Потому что от того, насколько верно ты ее определил, зависит то, какую задачу ты решаешь Если ты неверно определил метрику, скорее всего ты решишь не свою задачу И не получишь того результаты, которые тебе нужно получить, которые ты хочешь получить Мы стараемся покрывать тесты на 90% наших дизайн-решений Потому что мы находимся в таком вакууме и пузыре Несмотря на нашу экспертизу, мнение пользователей может отличаться от наших ожиданий АБ-тесты даже порой с очевидным результатом всегда могут удивить Это возможность протестировать еще такую сырую, может быть, иногда версию продукта Всех продуктов ВК фактически можно протестировать версии И написать свой баг-репорт, если был обнаружен тот или иной барьер Попытки стать уникальными мы выбрали в качестве тейка одно из решений Когда реакции стали просто комикс с текстами Типа вау, кайф, класс и так далее Нам казалось, что аудитория 16-24 года в этом интервале Зайдет этот стерег, зайдет этот подход Но не зашло, потому что это провербально, это надо читать Меня драйвят проектирование не просто интерфейсов, а проектирование коммуникаций между пользователями Меня очень порадовало, что без нашего участия, без участия нашего отдела Одноклассники капчу при авторизации заменили на смс-верификацию И этот интерфейс смс-верификации, как, собственно, и сам способ Они оказались доступными по умолчанию, и нам не нужно ничего править Я кайфую, ну, в первую очередь, от общения как раз-таки с пользователями Мне очень это нравится Люди, корпоративная культура, процессы и забота Для меня ВК — это потенциал, про который пока, кажется, еще не все поняли Но вот уж офигеют, когда поймут Для меня ВК — это место, где я могу делать то, что мне нравится Даже если это не нравится кому-то еще Не знаю, будет громко сказано, но это моя жизнь Потому что я здесь провожу большинство своего времени ВК — это для меня большая команда крутых ребят, которые работают вместе со мной Которые помогают в спорах, в каких-то крутых коллаборациях делать крутые вещи на выходе Это про сильное комьюнити профессионально И про большое количество разных пользователей, которых мы объединяем ВК — это интересная задача и возможность много что еще улучшить И выводить как раз на уровень выше, улучшать Пытаться показать, где мы можем сделать вау Потому что много интересного, что можно поделать Это энергия В ВК для меня сейчас — это все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!